Луночки по чуть-чуть прилить надо, да? Это в домашних условиях кто хочет. А есть люди сажают как у Коли, в сухую, а потом заложают. А я сажаю так, понемногу проливаю, чтобы сырую землю. По пол баночки хотела, посередке луночки. Буду ложить. Будем сейчас ранее помидоры садить. Сорт Санька. Помидоры среднего размера, очень вкусные, сладкие. Урожайность хорошая, у них уже проверено, не первый год. Они растут, подвязывать их не надо. Если только когда плодов много, тогда... Так что вы накидали и все что ли? Сейчас будем пикать землю как. Я готовлю только. Санька, а это клубничка. Уже вон свет попускала. Ну я в другую лунку. По два помидора. Не по одному, по два. Здесь сажают люди даже по три. Когда между лунками должно быть расстояние побольше, чем у нас. Потому что они будут большие, кустами расти, ветвистые. Чтобы они не ломались, им нужно много места. Можно и по три. Но желательно по два, если следить нормально. В общем, вот так их туда повсовывали, да? Повсовывали. Повсовывали. И будем ждать плодов. Ну, пролили вон землю. Теперь повсовывали в эту грязишку. А потом опять прильем хорошо. А, после этого еще приливать будете? Конечно. Хорошо прилим. Первый раз. И потом они стояли на два-три. Они стояли в один. Прилитые хорошо, да? Дня два-три. Пока не примутся, да? Ну как не примутся. Ну, чтобы сразу на следующий день, чтобы корневища опять нет. В общем, Санька это. Это Санька, да. Где там три, может, маленькие. Я просто не стала дирать. Там один, по-моему. Следующие лунки через лунки там маленькие. Теперь будем садить сорт Ляна тоже. Вот это Ляна. То Санька был, а это Ляна. Да, тоже ранее. Урожайная, низкорослая. Помидор где-то, ну, 120-150 грамм. Ну, короче, средний. Красный. Да, такие они такие, немножко даже округло и как сердечко. Вкусные. Это все вкусные, когда с мясом. За купорку идут. Ага. Они не вылистые. В общем, тоже сейчас раскидаешь, потом потыкаете, да? Да. И помьем это. И все? Ну, все. И когда помидоры будут? Ну, эти должны быть где-то в середине июля. Месяца через два. Первый помидор. Месяца через два? Да. В общем, теперь Ляну засовывайте, да? Засовывайте. 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 Ляну. Ну, в Ляну в грязюку всунули. А, всадите. Засовываем. Ляну. Ну, в Ляну в грязюку всунули. Садим. В колхозах у грязь никто не садит. Посадил, посадил, а потом начну заливать донючку. Какие колхозы? Вы забудьте это слово. Колхоз. Вот одна Ляна хорошая стала. Уже колхозов сколько нет лет. Ну, все положи, помидоры. Колхозы. Были колхозы, да все вышли. Вот так, в общем, садятся помидоры. Я так понял, где что ни сади, везде нужно горбатить. Стоять, как говорится, в позе. В позе. Иначе, иначе ничего не будет, да? Да. Ничего не вырастет. Если в позу не встанешь, ничего не получится. Понятно. Это джина. 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 Три сорта, в общем, будет здесь. По два рядка. Джина. Вот она какая. По баночке в луночку, да? По две. По две баночки в луночку. В общем, чтобы сырая земля была. Постоянно дня три, да? Пока они не прихватятся. Пока они не прихватятся, я так понял. Да. Ну все ясно. Все понятно. Все понятно. Все понятно. Что это он смотрит сюда? Перец горький. Громче говори. Громкий, горький. Перец горький. Сорт украинский. Растет он до осени, пока до морозов. И плодоносит до морозов. Очень выгодно. Посадишь десять лунок, а перцем можно и накушаться. И нажраться. И закрыть банки, и по твоему рецепту покушать. Понятно. Садим также точно по две штуки в каждую луночку и поливаем. Ага. Есть еще сорта бараний рог и астраханский. Астраханский он маленький перец растет, сам плод. Не выгоден. Бараний рог он такой не ровный, во-первых. И не очень он такой, скажем, он более ранний. А этот больше к среднему подходит. 15. Сейчас этот подкакал. Майя, а что вы его перчик сажаете? Короче, он сажается так же, как и помидоры, да? Точно так же, да? Точно так же. В общем, вся система техника с посадки точно такая же, да? У нас да. Слушайте, скажите мне вот, почему вы его сажаете рядом с помидорами? Специально или просто у вас места другого нету? Просто так место у нас. Просто место? Да. Не специально, а просто так, что здесь... Ну просто, я думаю, тут садил и хороший был перец. Ясно. Такой высоченный был. Такой, вот и бачев сам. Ага. В общем, только лишь из-за того, что просто здесь такое место. Да. Садить можно, в принципе, в любом месте. Но только не в теньке. Солнце, солнце нужно. Для перчика. Да, и хороший полив. Даже лучше, чем помидоры. Он любит воду. И для помидоров нужно тоже этот самый. Нужно. Солнышко, да? Обязательно. Они тень не любят. Полив и солнце, да. В общем, полив и солнце. Какая-то помидора. А принцип посадки, короче, такой же самый. Да. Ну понятно, ладно, ясно. Ну понятно, ладно, ясно.